Здравствуйте! В студии столицы Нижней Евгения Деревянко. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу сегодня в выпуске. Смертельно опасный суррогат. Специалисты рассказали о том, как избежать алкогольного отравления. Зимний кубок сильнейших в Нижнем Новгороде прошли соревнования по плаванию. Районы тьмы. Нижегородский режиссер Арсений Гончуков экранизировал историю некрополиста Анатолия Москвина. Минимальная стоимость одной бутылки шампанского в магазине должна быть не меньше, чем 164 рубля. Сегодня сотрудники управления регионального Роспотребнадзора призвали нижегородцев быть бдительнее при покупке алкогольных напитков в преддверии новогодних праздников. С начала 2016 в Нижегородской области уже зафиксировано 14 случаев гибели людей из-за употребления некачественного спиртного. Сюжет Юлии Серебряковой. В преддверии Нового года на прилавках фальсификата может оказаться в разы больше, чем обычно. В Центре гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора взяли на экспертизу сразу несколько бутылок шампанского из нижегородского магазина. Жидкость мутная с наличием посторонних включений. Вероятно, процесс производства шампанского был с нарушениями технологии. Далее шампанское проверяют на наличие посторонних примесей. Выводы по итогам контрольной закупки неутешительны. В давлении шампанское лучше, если вы открыли и видите, что жидкость мутная, с наличием посторонних включений с неприятным запахом, лучше не употреблять. Возможно, это не очень опасно, но во всяком случае, что праздник вам не улучшит этот шампанское. В соседней лаборатории уже другой образец проверяют на присутствии токсинов. Здесь качество продукта соответствует нормам. Происходит измерение определения концентрации свинца в данной крови. Очень низкой концентрации на уровне шумов данной продукции, данного вещества очень-очень мало. Минимальная стоимость одной бутылки шампанского по закону не должна быть дешевле, чем 164 рубля, крепость не ниже 10,5 градусов. Все остальное – игристые вина. Если это советское шампанское, надпись должна быть только на русском языке. Читаем название, которое написано мелким шрифтом, перед словом состав продукта. Читаем состав продукта, смотрим дату изготовления и условия хранения, сравниваем с тем, что у нас есть в магазине, там, где покупаем, и температура может быть выше, и температура на полочке может быть не та, которая нам надо. Что же касается крепких алкогольных напитков, то водка в магазинах по закону не должна стоить дешевле, чем 194 рубля, коньяк – 322 рубля за пол-литра. В новогодние праздники сотрудники Роспотребнадзора усилили проверки в торговых точках и призывают покупателей сейчас быть особенно внимательными при выборе алкогольных напитков. Юлия Серебрякова и Илья Васенин. Столица Нижний. Четырехкратная чемпионка первенства Европы Василиса Буйная и серебряный призер Кубка России Максим Третьяков стали обладателями Зимнего Кубка сильнейших по плаванию. За этот титул бороли 123 пловца из 10 спортивных клубов Нижегородской области. Областной турнир сильнейших традиционно проводился в школе Олимпийского резерва «Дельфин». Все подробности в репортаже Алексея Рожина. Зимний Кубок сильнейших – турнир областной, но программа заплыва в точности повторяет чемпионат России по плаванию. Эти соревнования по сути определяют уровень мастерства во всех стилях плавания. Самая короткая дистанция – 50 метров, самая длинная – 800. Уровень участников у нас очень высокий. Интрига, она сохраняется до конца соревнований. Областные соревнования в «Дельфине» стали уже традиционными. На турнир приехали пловцы из 10 лучших спортивных клубов области. Они уже победители и призеры чемпионатов. Не за первое место боролся, а за результат, за свой. Для этих соревнований подготовка отличная. Цель есть – это Олимпийские игры, естественно, как и у всех, я думаю. Плохой спортсмен тот, кто не мечтает стать Олимпийским чемпионом. Когда уже осталось 25 метров, ноги уже никакие были. Устал очень. По итогам заплывов обладателями зимнего Кубка сильнейших стали серебряный призер Кубка России Максим Третьяков из детско-юношеского центра Сормова и четырехкратная чемпионка первенства Европы Василиса Буйна из «Дельфина». Очень сложно дается, во многом себя граничиво. Меньше бывают дома с родителями, меньше гуляют с какими-то друзьями своими. В следующем году зимний Кубок сильнейших может стать всероссийским стартом и привлечь на свои дорожки самых известных спортсменов со всей страны. Алексей Рожин, Юлия Серебрякова, Георгий Захаров, столица Нижней. Нижегородский режиссер Арсений Гончаков снял очередную серию нашумевшего сериала «Районы тьмы», в основу которой легла история некрополиста Анатолия Москвина. Напомню, пять лет назад в Нижнем Новгороде в квартире краеведа, лингвиста и переводчика полицейские обнаружили мумифицированные тела 20 девушек. Как выяснилось позже, мужчина выкапывал их на городских кладбищах. Сам он утверждал, что это его дочери. В 2012 году Москвин был признан невменяемым и до сих пор находится на лечении в психиатрической клинике. История этого человека, как рассказал Арсений Гончаков, потрясла в свое время всю страну. И самое главное, до сих пор трудно понять, в чем были причины и мотивы его поступка. Режиссер в новой серии «Районов тьмы» попытался объяснить мир Москвина, придумал и додумал, зачем и почему он это делал. Скорее мы не по мотивам сняли, а как бы заимствован герой, да, и даже назван в фильме, как там, Антон Нижегородов, да. Мы в этом фильме задумались и, так сказать, предложили одну из версий, из-за чего он мог так делать, из-за чего все это и происходило. И поэтому получилась такая странная трактовка, да. То есть согласитесь, что, ну это все ужасно, но творческим людям это может быть страшно интересно. Не просто страшно, но и страшно интересно. Поэтому мы отчасти в фильме взяли этого героя, который основан на истории Москвина, и попытались задуматься, почему он мог так делать, почему это могло происходить в его голове и в реальности. Такая вот искаженная, жуткая реальность иногда и часто служит для художников, да, для кино, ну неким источником, некой территории для размышлений, для создания каких-то новых образов и новых символов. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем сайте stnmedia.ru. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова